Всем привет! Мы летим в Турцию. У нас очень долгая пересадка в Москве. С вами мы летим из Альтавкара. Сейчас мы приземляемся в аэропорту Внуково. Через 12 часов в 10 утра мы вылетаем в Даламан. Летим мы туда с Анексом, то есть на рейсе Азура ночевать и питаться нам придется в аэропорту. Ну, в этом видео я вам покажу, как это происходит на самом деле. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Внуково города Москвы. Сегалом тормозом. Тепература воздуха плюс 12 градусов. Местное время 21 часов 40 минут. Внимание! Смор бронекардыр вашей браит напротив. Дамы и господа, говорит командир корабля, наш рейс завершен. Благодарю вас на выборов и компании «Тэр» и будьте рады, но вы встречи с вами. Хорошего вечера. До свидания. Двери подготовлены и проверены. Сейчас мы получим наш багаж. Попробуем его сразу же сдать как можно быстрее, чтобы не таскаться с ним 12 часов. Пятое. Попробовали мы сдать багаж на Азуре. Нам сказали подойти в 12 вечера. Ну как бы за 10 часов до вылета можно уже сдавать багаж, если регистрацию прошли онлайн. Сейчас 2 часа, мы просто побродим пока. Посмотримся вокруг. Чтобы убить, пару часов с пользой. После двухчасового перелета мы пошли перекусить где-нибудь. Мы зашли в крошку картошку. Посидеть немножко. О, спасибо. Все, да? Сахар. Приятного аппетита. О, спасибо. Взяли сэндвич с куриной грудкой. Вот такой на двоих. Вот, два кофе. Воду мы с собой в багажи привезли. Там еще сахар дали. Получилось... Получилось 607 рублей. Да, капучино стоит 170, сэндвич 270. Ну, нормально, в принципе. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас приходится отрывать наклейки на всякий случай, чтобы багаж туда попал и не уехал. Вместе с пленкой отрываются. Короче, верхнейской пленки снимаем и все. Нашли киоск с прессой. Но он пока закрыт. Хотя режим работы круглосуточный. Вот. Купим журнальчики. Потом пойдем в кафе мы мне немножко посидим. Нам еще надо час ждать, что ли, багаж сдать. Мы пришли к капсулам. Аэрослип. Здесь никого нету. Неизвестно, кто как продает. Мы хотим узнать, можно ли в них залезть вдвоем. И куда положить чемодан. Будем ждать, пока кто-то подойдет. Менеджера тут нету. Скорее всего, просто потому что все капсулы уже заняты. Их лучше занимать заранее, потому что к вечеру их остается очень мало. Примерно 300 рублей в час. Сейчас подождем узнаем. Некоторые вон, чемоданы ставят. Прям возле капсулы. Другого места для чемоданов тут не видно. А, ну вот еще. Кто-то зал вон прячет. Мы нашли еще один капсулный отель. Был к КПМУ. Там мы не дождались, никто не подошел. Попробуем сейчас тут узнать о ценах. А люди, в общем, все вот тут на полу спят. На чемоданах. Просто куча народа. Кресла все заняты. Каждый себе делает кровать. Вот там возле спусков вниз. Все спят на чемоданах. А еще тут есть вот это кабинки, где смотрят фильмы. В принципе, тоже можно взять какую-нибудь киношку посмотреть и там на диванчик прилечь. Если хочешь спать. В общем, зашли. Мы у консультанта спросили. В этих капсулах можно заходить, в принципе, вдвоем. Только один комплект постельного белья. Вот. Но минимум надо снимать капсулу на 5 часов, если ночью. Если днем, можно и на час. Час стоит 300 рублей. Чемоданы тут тоже можно оставлять. Вот там видал под камеру ставят. Здесь, в принципе, хотя бы двери есть. И кто-то стоит. Чемоданы будут безопасности. Полторы тысячи, в принципе, на двоих за 5 часов. Более-менее адекватный вариант. Это лучше, чем спать вот там на половине, чем на донах. Сейчас хотим попробовать взять горячее. У нас еще полчаса осталось с его на времени. Потом можно сдать багаж. Будем налегке ходить. Или пойдем в капсулу на 5 часов поспать. Как раз до 5 утра. Или можно сразу идти в чистую зону и там бродить. Сейчас покушаем, решим, что делать. Ирина сходила, взяла нам покушать. В общем, из еды только вот это есть. Всего остального нет. Ирина сходила. Ну, почему-то есть. Это мяца дорогой. Ирина сходила. Ну, например, лапши не было. Да. Гречки не было. Картоселя не было. В общем, половину тоже кормили с ноги. Короче, что есть в меню, то нету по факту. Вот че. Сейчас посмотрим, сколько все это обошлось. Что 57 рублей. Ну, приятного аппетита. Приятного. Сейчас присмотрим журнальчики в дорогу. Ходим пока что с чемоданами. Куртки решили убрать сразу же, потому что здесь сейчас тепло на улице. Плюс 17. А тут, наверное, двадцатка. В Ростовках очень хорошо. Не холодно. Наверное, вместе с куртками так и сдадимся в багаж. Минут через 15 там уже будут принимать. За 10 часов до вылета они принимают. и потом пойдем в капсульный отель в 5 часов за полторы тысячи на двоих. Все-таки лучше там полежать, чем в чистой зоне тупить сидеть. Так, хоть немножко отдохнем перед перелетом. Что-то уже покупается. Вот на Азуре начали работать. Появились очереди. стойки с 91 по 102. Сейчас мы сдадим багаж. Короче, вставать можно в любую очередь. В порядке очереди с каждым родителем. Багаж мы сдали. Один чемодан 13,5, другой был 9,5. В общем, в билете как написано, сколько килограмм, столько и можно сдавать. У нас было 20 написано, так что все нормально. Ручную кладь ничего не смотрели. Ну, что у нас тут дамская сумка, мужской портфель. Куртки мы все-таки сдали в багаж. Сейчас пойдем найдем, где делают тест на ковид, чтобы на обратном пути уже бегать не пришлось. Потом пойдем уже в капсулу. Все-таки решили мы зайти возле мамушки в капсульный отель. Сейчас попробуем взять его на 5 часов до полшестого утра, если есть свободные места. Взяли мы кабинку, но все пластиковые кабинки заняты. Нас поселили в деревянную. Вот такую вот. Сами себе заправляем кровать. Так, давай я тебе помогу. Держи. Сейчас же мы не будем кроваться. Дорогая. Здесь есть розетки. Плюс нам надо электроник. Там тоже есть розетка. На стене пароль от Wi-Fi. Вот так вот вещи раскидали немножко. Электроник нам принесли. Здесь есть розетка. Заключатель для лампы. Такая типа простынь. Какая-то нетканка. Нетканка, да. Мялочка такая. Даже нетканка, это какой-то пароизоляция. Да, ложись уже. Так, ну все, ложимся спать на 5 часов. Мы проснулись почти в 6 утра. Если бы мы не проснулись, нас поразбудили. Но мы ждали сами. Сейчас затенемся и пойдем омываться. Короче, мы вылазим с этой конуры. Пойдем. Проснулись, мы вышли с этого отеля. В общем, ну, по ощущениям, как в поезде. Может быть, что-то среднее между купешкой и плацкартом. Может, там не очень удобно, но это намного лучше, чем вот здесь на чемоданах валяться в зале прямо. Вот. Вот так немножко, конечно, там кондиционер сильно работает. Чуть-чуть сквозит. В дверце капсулы можно отрегулировать температуру внутри или сделать душно или прохладно. Никакой шумоизоляции. Ты слышишь, как храпят соседи. Поспать-то можно, если очень сильно хочешь спать. Если спать хочешь не сильно, то просто полежать, отдохнуть можно. Все, мы прошли паспортный таможенный контроль, попали в чистую зону. Сейчас будем тут дьютифрютить по магазинчикам. Мы идем покушать Burger King. Там вкусное пиво. Где Burger King? А куда пойдем? Стоячий тут надо на запах дойти. Чувствуешь? Мы идем покушать в кафе Муму. Где-то оно было здесь. Там может что-нибудь горячее найти. Картошечку, обивнушечку. Сейчас. А вот она. Где-то вот там. Сейчас покушаем, потом пойдем по магазинам. Выход у нас 18-й. Вернемся сюда, потом попозже. Даже не знаю, что. хоть что. В принципе. Давай даже индейку возьмем. Вот в центре есть мясо по-французски 300 рублей. Индейка 300 рублей. Да-да, индейку возьмем. Индейку, да? Сейчас покушаем вкусно. Даже винсо есть. Шампанское. водка, виски, хроничок, чай. А, это чай. Разные напиточки. Выпиточка. А, пива. Пива недорого. Дешевее, чем самолюбин. Горос. Ходился взять пиво. Набрали мы всяких вкусняшек. Супчик. Что за супчик? Чем? Куриная лапша. Куриная лапша. Сырники. Картошка с индейкой. Так, получилось у нас 930. Суп холодный. Даже никто-нибудь предложил подогреть. Очень много лука. Вот, прямо дуни. В общем, так себе. Понятно. Там мясо вкусное очень. Тоже прохладное. Мы покушали мамушке и теперь опять хочется спать. Но мы пойдем гулять. Нам еще надо 3 часа где-то покрутиться. Посмотрим окрестности. В чистой зоне получше немного. Людей почти нету. Все кресла свободные. Уфришки все закрыты почти что. У нас выход 18. Такая тишина. В грязной зоне там вообще было. Шумно так. Вот и наш выход. А вон походу наш стоит самолетик. Скоро распакуют через пару часиков. В самолете лететь будет скучно. Будет хотеться что-то погрызть. Поэтому мы пойдем возьмем с собой еды в дорогу. До 23 часов 30 с собой да давай с собой возьмем я хотела и тут еще чай давай чай сделаем с собой а попьем его тут ты будешь я розовый ты наверное что-то из курицы вот 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 и те вот да хорошо это креветки да на космосочке заказали мы еду в Бургер Кинге через терминал самоотслуживания получилось 242 рубля почти 500 рублей 480 бонусами спасибо спасибо у а вообще нет раз и соблюдать все время Пойдем налево или направо? Налево лучше. А тут в тропке, да, в конце? Давай близко. Пятый? Наш? Все, мы заняли свои места. Готовимся к вылету. Тоже готовишься? Что там у тебя есть? Все у тебя у нас с кремом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА